Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Твердый характер, целеустремленность. Они оказались сильными духом. Начали строить дома, начали заниматься земледелием, сеять. Наши друзья-бурята научили вести скотоводство и так далее. И вот эта дружба завязалась. Горькая в поле трава, да не в тебе дали, да все ли моя ли полы, ой, распалы, душка ли моя. Горькая в поле трава, да не в тебе дали, да все ли моя. Горькая в поле трава, да не в тебе дали, да все ли моя. Горькая в поле трава, да не в тебе дали, да все ли моя. Горькая в поле трава, да не в тебе дали, да все ли моя. Горькая в поле трава, да все ли моя. Горькая в поле трава, да все ли моя. Горькая в поле трава, да все ли моя. Жизнь была тяжелая, трудная, поэтому все песни вот такие распевные, напевные. Старинная протяжная песня, мы вам по чуть-чуть поем. Горькая в поле трава, да все ли моя. 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 ПЕСНЯ 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 Недавно, совсем месяц назад, церковь открылась, новая церковь, строится новый мост. Комиссия российская присвоена самое красивое село в России. Это Десятниково село и Большой Кунолин. Как умели работать, так умели и гулять. Были свадьбы, проводины, крестины. У семейских спиртное было под запретом, а вот петь и плясать, пожалуйста. Поэтому друг друга и развлекали. Вот я, допустим, привела внучку, я бабушка. И она вот начинает показывать, что вот смотри, как бабку у Керри-то пляшет. Не дай бог ты выше ноги поднимешь или что-то чем-то крутить начнешь. Чересчур уже, если ты будешь. Если уж совсем вихлять начнет, там за печку и бабка внучке на чес дает, что ты что делаешь, позоришь меня. Так нельзя. Шуточная песня. Бока мои бока. Толстые карака, кому мои бока достанутся. У семейских вообще ценилась вот эта вот дородная женщина, когда такая крупная. Потому что на женщину возлагалось и в поле работать, и детей растить, и рожать. И дом вести. Да, и дом вести, и мужа ублажать. Женщины все были крупные. Но были крупные, но статные. Музыка. 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 У нас ещё дробушки. Вот у нас есть старейшины, мы всегда говорим, Ольга Александровна, покажи, как ты дробушки делаешь. Да беда я что-то маленько там И она же не покажет И ты поймать не можешь Вот пока сама ты не навык Вот это не приобретешь У каждой семьи У каждой семьи своя пляска, своя выпадка Никогда она себе не покажет Это вот предмет Умирать тут не покажет А вы как хотите, но не как ля У соседки дома она покрасила вчера Ну вот она помыла, вышла, похвасталась Что ой, я покрасила Помыла, на следующий день Соседка тоже и вымоет, и покрасит Еще бровей сделает Еще бровей сделает Скажет, что это она покрасила у меня И все Два раза в год у нас моются избы Это перед Пасхой И зимой, когда все убираешь уже Когда все огороды прибрал Все, перед зимой надо обязательно помыть дом Ну, избу Потому что у нас они внутри не белятся Они у нас все покрашены Полы, стены, все это покрашено Вот все, вытаскиваешь Стены, потолки все моются вручную Стены обкатываются Да Вот ведро и ковшиком Вот обкатываешь Народ очень чистоплотный Гостеприимный У нас, чтобы гости приехали Их не накормить Это, ну, стыдно нам потом будет Брех Брех Обязательно чаем накормят до отвала Ну что, мы, наверное, вам покажем Фрагмент свадебного обряда Нам нужна из зала молодуха Костюм состоит Это вот такая вот рубашка верхняя Это из благородной ткани шьется И вот такая вот юбочка Которая называется станушка Она шьется от стана И, ну, как бы, ниже колена Шьется самой девкой Надо сказать, что девка, прежде чем выйти замуж Она сама готовит себе приданное То есть раньше это все шилось вручную Никаких машинок не было То есть вот эти вот все вышивки Все вот эти строчечки Все она шила вручную Ну как В некоторых селах говорят Что вот эти вот вышивки Это обереги В нашем селе это никакие не обереги Это просто мастерство Что вот это удалая, бравая девка Надо к ней присмотреться Но рубахи закрывали полностью Руки То есть до Заметь, у нас у всех До запястья Некоторые деревня делают вот так вот Рубаша застегивалась Вот, делала Все это должно было быть закрыто Чтобы где-то лишнее тело показать Это было, ну, как бы, непристойно Могилично Поэтому она вот здесь вот застегивалась Если у девушки боков не хватало Одевали под юбник То есть вот такая же вот Расшитая красивая юбка Вот из такой ткани Только она была короче Ну, допустим, вот так Если совсем мало боков Одевали 2-3 Чтобы создать вот этот вот объем бока Ну, вот такие у нас сарафаны Они тоже шились вручную Самой девкой Если ткань была Ну, ширина, допустим, 90 сантиметров На такой сарафан надо было От 12 до 17 метров ткани Это шилось на оборочках Прототипом вот этого сарафана Послужил московский сарафан До Петровской Руси Украшалась по желанию, по вкусу Самой девки У нас в году 12 больших праздников Великих На каждый праздник Ну, если девушка богатая На каждый праздник У нее должен был быть Отдельный комплект вот этой вот одежды Чтобы на каждый годовой праздник Она нарядная, бравая ходила Ну, если, конечно, там Девка одна в семье То она и, соответственно, бы богаче была А если их 8 или 12 То хоть бы там один бы Подвязываюсь Вот такими вот поисками То есть Пояс тоже ткала сама девушка При 8-часовом рабочем дне Если не отвлекаться ни на что другое Можно было соткать 10 сантиметров ткани Но она ткала его не только для себя Ей нужно было еще подарить Такой пояс-свекру Чтобы ее впустили в дом Как желанную невесту Что Она пришла в пояс Завязывался не по талии Как мы сейчас привыкли Пояс завязывался под грудью Чтобы живот был свободным Ну, то есть Практически все свое время Детородное, когда она была замужем Женщина была практически всегда беременна Пояса завязывались очень туго Поэтому все женщины Это своего рода такой корсет Все женщины семейские Очень статные и прямые Он не фартук Не передник Он запон у нас называется В запоне есть свой секретик Вот такой вот нагрудный карман В этом нагруднике Вот все женское хозяйство Начиная от ключей Какие-то там бары Чтобы все было при ней И, ну, перед свадьбой Допустим, женихов же тоже как-то обманывали Сейчас это Вот, то есть Мы пропаганды уже говорили Сейчас это селекон На районе же тоже подкладывали Ну, если уж не хватало хозяйства А замуж сушилку хочется Да А потом взял А все, назад дороги нет Заткнули ведь Вот, а потом как-то уже жених взял И женился А там уж, ну, откармливай Отращивай От бабки, от мамки Там передавались янтари Старинные семейские Ну, или, допустим, ей подружки Вот эти украшения вешали Чтобы на свадьбу Если у женок, допустим, у девушки не было Сейчас семейскую мысли сделаем Присаживайтесь Ну, она уже почти наша становится Так что мы можем ее из Якутии к себе Жарко, да? Ну, терпи У девушки до замужества Всегда была одна коса Пока она не замужем Она никогда не завязывала две косы То есть всегда была одна коса Когда девушка, допустим, созрела для замужества Она, ну, могла вплести в эту косу косник Яркие такие ленточки нашиты Или повязать ленточку на голову Это значит, женихи, смотрите Я готова Можете брать Когда ее просватали Ну, то есть пришел жених Он выкуп платит за косу То есть чем длиннее коса, тем больше выкуп И только когда жених выкупил вот эту вот косу Отплатился за эту косу Только тогда подружки и мамки там крестные расплетали эту косу Которые вот делили ее на две части И заплетали две косы Заплетали они две косы У височной доли Но не так, как мы косички обычно плетем А вовнутрь Что из-за мужества дороги обратной уже у тебя нет Вышло все, значит, живи с мужем Независимо, как бьет или будет Ну, самое интересное, что вот эти вот косы Она должна будет теперь каждое утро вот сама Тоже как бы одну плела, а теперь две Уже одну косичку она не будет косить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, потом на голову одевалась вот такая шапочка Кичка она у нас называется Она у нас однороговая На рогу здесь складочки Вот этими складочками невесте нарекали семью То есть сколько здесь складочек, столько и будет детей На этой семнадцать складочек Так что не почапит рай Работы, да Одевая вот эту шапочку, волосы она прятала уже все На всю оставшуюся жизнь Кроме своего мужа, она уже волосы никому не показывала Если она жила со свекрами, допустим Ну, то есть не было у них своего дома, не отделили их Она, когда все спать укладывались В эту кичку повязывался вот такой платок Ну, были атласные шали из китайского шелка Тоже они передавались по наследству Вот у Оксаны шаль, наверное, ей лет сто- сто пятьдесят есть, наверное Да, их не стирали Потому что они могли рассыпаться, потерять свой товарный вид Их вымораживали Ну, то есть, чтобы она, ну, как бывает же, потом пахнет или что-то Вымораживали на улице, заносили, складывали в сундуки Все Повязывали этот платок тоже особым способом Здесь ложился крест на затылке И один точно так же, как косы на темечке И надо сказать, что вот эту вот кичку Она когда до замужества, она никогда ее сама не вязала Но на следующий день после того, как ее просватали Все, она ушла жить в дом жениха после свадьбы Ну, уже мужа Она должна ее сама завязать Раньше она этого никогда не делала Поэтому училась она зрительно Ну, то есть, у мамки, у крестной, у бабушки Мерить чужую тоже нельзя было Потому что стращали, пугали, что замуж не выйдешь А замуж-то всем охота была До сих пор нельзя чужую фату Сохранилась традиция, что фату передавать, одевать чужую ни в коем случае нельзя Кому хочется посмотреть, как птичка вяжется, можете подойти Ну, мы ее уже практически завязали Ну, невесте еще одевался венок из цветов, когда была свадьба Но у нас его с собой нет, поэтому она у нас немножечко будет скромненькая Так, ну вот Ну, мужской костюм состоял из рубахи, косоворотки Такой же пояс И штаны шаровары Ячаги или сапоги хромовые Здорово, все люди добрые Здорово, все люди добрые Здорово, все здорово Так, вот что-то Так, вы что стоите? Проходите, давайте, проходите Да нет, нет, пока за матерью-то не пойдем Ой По делу мы пришли А это ж по какому делу Так вот, сынок-то у нас тут весь вырос Весь, ну, бравый Бравый, конечно, старались, растили Да, ладно Так вот, сказал, что у Ивана-то, кузнеца, у меня с ним девка бравая Вот, и мы Ай, у меня 8 штук А они у меня все бравые Да к нам бы, ты кака постарше Ой, дочь У меня ничего, я старше, я буду 16 лет, а За хорошего-то, говорят, не дорасти-да отдай А за плохого перерасти-да не отдавай А сынок-то у нас, ох, док Какой удалый только Удалены, не знаю, какой А богатены Это ж че У нас и коровы И свиньи, и бараны И кони даже А кони-то вот все сетяны какой, не знаю А потом, батька сказал Женится, так я ему пчелопасеку отдам У вас-то их 8 Ой, доченька, да они же тебя замучают одним хозяйством, а Так мы помогать будем, у нас-то он один Ага Так что вот Ой, ну ты ладно, я ее-то там оставить, не будем Да как бы, сватя, девка-то, девка, в доме всегда чужой товар Никогда такого не было А потом, мы же не с пустыми руками, мы бы-то ботиленочка дадим Дадим, дадим Вот, коровенку какую-то Но пара подсунков тогда уже королит Ой, да за такую-то девку, ты же сама говоришь, удалая Ничего Ой, удалая, сегодня 4 утра, уже пару заставила, уже сряталась А я думаю, че она-то на шипе-то тебе, вот все окна смотрела Ой, так подожди, так они пойдут друг к другу, уже знают, уже что решили Ой, ну не знаю, мы же и решили, но парень у нас правда бравый Ну, ты не вижу, как чечечка, только одни Да, и чечечка, ой, как чечечка, он в них не ходит, а летает Сам вот кошечку сделал, видишь, и сшил Вот ваша, босиком-то ходить срода не будет А потом, какие у нас телеги только у него Сам все И долгое, и однополка Ой, ты пойди, все, все, все И бричка даже есть Ой, ну бричка-то, они же вы столько постерелся, как-то бакеров Наши моих не ездят, мы вам сделаем Мы прижилистый парень, так что Пошел на вас такой стеснительный, это я ничего Да будто вы пришли, вы что-то сразу накидывались А там, ну, а вы как хотели Мы пришли по делу у меня, чтобы все затрепешило Ну или чеченок, может, два, пять, четыре А потом, что-то поздненько приходило-то Может, нюхались, а где? Так что, шибко-то ломаться, мы идем, и мы вон к соседке уйдем У него тоже восемь девок А вот эта дурка-то ласкалась, рубаху пойдет взвататься Рубаху-то у нас будем брать, ага А я ж и думаю, ну что за житель, кто рубаху брать будет, а? А ты не будешь рубаху-то стоить еще не могу Да брешуть, брешуть Наша у них была, кое-как выходили Так что, господи Зря ты смотришь на рубаху, зря Ты на парне, гляди, какой бровиный дом Браво, браво, что могу сказать? Будет заем, как за камерной стеной Доча, ну ты че? Ну ты че? Какой браво-то зовут, ну вот какая у них, мы наслышанная Ничего, ну, по рукам По рукам Отдали, пошли сына забирать, пока не отобрали Парне, гляди, какой бровиный дом Парне, гляди, какой бровиный дом Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...